Поехали гулять. Сейчас. Так. Сейчас. Выйдем. Эти слова Левтина своему мужу произносятся впервые за 4,5 года. Столько времени прошло с того момента, как Владимира парализовала. О выходе на улицу пришлось забыть до тех пор, пока здесь не появился пандус. Его установили буквально на днях, специально по просьбе Владимира. Правильно. Нет, первое колесо не видно. Передняя. Передняя никак. Все? Нет? Нет. Нет. Все? Доступная среда – так называется проект, по которому и были выделены средства на обустройство пандуса. Такое же появится еще в одном ижевском доме, где также проживает инвалид. А после опыт растиражируют по всей республике. Эти квартиры две, только начало. В 2013 году мы будем немножко по другим проектам делать квартиры. То есть это у нас будет и перепланировка ванной комнаты, и решение дверных проемов, и установка пандусов внутри подъезда, потому что это очень необходимо. Но это будет уже в 2013 году, и это будет уже более массово. Все работы для инвалида проведут бесплатно, в том числе и согласование по перепланировке, если это потребуется. Ведь каждый проект разрабатывается индивидуально, под возможности инвалида. Так Владимиру Жемесу ванну заменили душем. Ванна была, она у нас очень высокая была. Никак он не мог перешагнуть через ванну. И теперь мы, надеемся, будем мыться каждую неделю. Очень удобно будет. Ногу одну переставит, я его сажу на скамейку и спокойно мою. Сегодня таких заявок от инвалидов около сотни. Все постараются выполнить максимально короткие сроки. Оксана Худякова, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Ну, если бы я сейчас пойдем в отель.